Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я расскажу вам о Михаиле Кононове, советском и российском актере театра и кино, заслуженном артисте РСФСР, народном артисте России. Михаил Кононов родился 25 апреля 1940 года в Москве. Он рос в простой семье со скромными доходами. В его семье не было ни артистов, ни людей искусства. Но притяжение сцены Михаил Кононов почувствовал уже в ранней юности. Вместе со своим другом и одноклассником Андреем Смирновым, впоследствии ставшим режиссером и снявшим легендарный фильм «Белорусский вокзал», он активно участвовал в школьной самодеятельности. Ребята ставили прекрасные любительские спектакли и готовили эстрадные программы на школьные вечера. Этот первый успех и потолкнул Михаила Кононова к дороге, по которой он пошел после окончания школы. Михаил окончил высшее театральное училище имени Щепкина в 1963 году. Однокурсниками по училищу были Виктор Павлов, Виталий Соломин, Олег Даль. После окончания училища до 1968 года Кононов актер академического малого театра, впоследствии стал актером киностудии имени Горького. На подмостке театра Кононов выходил на протяжении пяти лет. Но более комфортно актер чувствовал себя на съемочной площадке. Да и востребованность Михаила Ивановича в кино была огромная. Свою первую роль актер сыграл еще будучи студентом, в 1961 году состоялся его дебют в фильме Ивана Пырьева «Наш общий друг», где Кононову досталась роль Витки. Сыгранный им типаж на долгое время определил амплуа актера, парень из народа обаятельный и бесхитростный. После дебютной роли, сыгранной молодым артистом в студенческие годы, предложения следовали одно за другим. Ярким началом кинокарьеры следует считать комедийный фильм «Начальник Чукотки», где Кононов сыграл Алексея Бычкова. В том же году Михаил Иванович сыграл Фому в историко-философском фильме Андрей Рублев. Наибольшую популярность актер получил, сыграв молодого учителя Нестора Петровича в многосерийном телефильме «Большая перемена», хотя первоначально отказывался от этой роли, потому что ему не нравился сценарий. В целом актер сыграл более чем в 60 фильмах. Наиболее известные роли — младший лейтенант в ленте «На войне как на войне», Колька в лирическом фильме «Первый троллейбус», Алеша Семенов «В огне брода нет», Павлик начало, Митька Ярмолюк «Здравствуй и прощай», Аким Таёжная повесть, Василий в фильме «Василий и Василиса», «Космический пират, крыс, гости из будущего», Яшка фильм «Сказка Финист», «Ясный сокол». Одна из последних работ Михаила Кононова — роль в фильме «В круге первом», там он снимался, когда был уже сильно болен. Миша говорил там так, что каждое его слово пронзало сердце, но, к сожалению, никто из кинокритиков не заметил и не отметил это, — говорит Инна Чурикова, партнерша Кононова по многим фильмам. Актеру было свойственно сочетание мягких комических красок с драматической глубиной, сам Кононов считал себя трагикомическим актером. С начала 1990-х актер мало появлялся на экране. От предложений чаще отказывался, с новым поколением актеров принципиально не дружил и негативно отзывался о состоянии современного российского кинематографа. Свой отказ от съемок в последние годы жизни актер объяснял нежеланием размениваться по мелочам и делать себе славу на безвкусице. Михаил Кононов был женат с 1969 года, в браке с женой Натальей прожил 38 лет, детей у них не было. В 1997 году Михаилу Ивановичу пришлось продать квартиру в центре Москвы, чтобы купить дом в Истринском районе, в деревне Бутырки, под Можайском. Восемь лет шел ремонт постройки конца XIX века. Так что жили Кононовы все это время, можно сказать, на стройке и на деньги от продажи выращенных на своем огороде овощей. За год до смерти Михаила Ивановича Кононовы вернулись в Москву и поселились на окраине. После возвращения в Москву, Михаил Иванович работал руководителем службы маркетинга, писал сценарии, и по его собственным словам, искал себя. Незадолго до смерти Михаил Иванович написал книгу воспоминаний. Но мемуары не приняло ни одно издательство, запрашивая огромные суммы для печатания книги, а собственных денег у артиста не было. Как говорили близкие друзья, Кононов мечтал, чтобы его труд увидели современники, особенно молодые актеры. Ему хотелось поведать им всю правду о своей жизни и поделиться секретами актерского мастерства. Несмотря на тяжелое состояние, в последние дни своей жизни всенародно любимый актер старался не терять присутствие духа. Михаил Иванович Кононов скончался 16 июля 2007 года от сердечного приступа. Дорогие друзья, я благодарен вам за интерес к моим работам, которые вы выражаете своими лайками и комментариями. Всего вам наилучшего в жизни.